Всем привет! И сегодня очередной выпуск про новую личность и ее историю жизни. Так как прошлый выпуск про Александра Новика YouTube забанил, посчитав, что я там рассказываю и принуждаю людей к самоубийству, к причине себе вреда, они просто взяли и удалили этот выпуск. Просто. Я уже апелляцию писал, но им насрать, короче, было на это все. И в итоге забанили нахер этот выпуск. Но меня это не будет останавливать, и я буду дальше рассказывать истории жизни разных героев, популярных видосов на YouTube. Так что поехали. Итак, Славик Буйный. Интересная личность его так же называют. Герой вирусного видео под названием... Фильм, я запили, блядь! Ролик был снят в 2006 году на мобильный телефон с сотрудниками милиции. Дело происходило в Санкт-Петербурге на улице Дундича. Соседи Буйного жильца, устроившего пьяный дебош, вызвали стражей порядка. Спокойно решить проблему не удалось. Находясь в тот момент в буйном состоянии, Славик отказался открыть милиционерам дверь. Из-за чего они ту самую дверь вскрыли. Выпущив глаза, Славик стал ругать стражей порядка, обвиняя их в порче имущества. Став популярным, Славик и его квартира подвергались постоянным рейдам фанатов. Всем хотелось посмотреть на интересную личность. К нему неоднократно наведывались и журналисты. В одном из репортажей про Славика на телевизоре выяснилось, что буйным Славиком его окрестили соседи, которым он неоднократно обливал двери бензином и поджигал. Родился Вячеслав Соловьев 19 октября 1971 года. Живет он в Санкт-Петербурге. У Славика проблемы с психикой. Врачи прописывали ему лекарства для психики. Но поскольку Славик любит выпить, он запивал таблетки водкой. Живет он или жил в том же доме, где и занимался беспределом. По словам Славика, у него было пару девушек, но серьезных отношений и семьи у него нет. Работал Славик, как он говорит, на заводе. Также в автосервисе, видеопрокате и занимался еще музыкой. Но из-за своей болезни, полиэмилит, скорее всего врожденный, он перестал работать и живет теперь на пенсию в 10 тысяч, которую получает по инвалидности. Сам Славик учился на автомеханика. По слухам, в интернете сейчас Славик либо сидит в тюрьме или уже мертв. Дата смерти неизвестна, как и его дальнейшая судьба, так как в последний раз к нему приходили его фанаты в 2011. И сидели у него там, играли на гитаре, говорили по душам и пили балтику. Ну вот такая вот история жизни Славика Буйного, эки интересная личность. Немного я информации нашел в интернете, хотя я уже перелазил все источники, но вот мне удалось только это надыбать. Ну а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите очередную историю жизни. Славика Буйного, эки интересная личность.